всех приветствую дорогие друзья на канале фигин лайв время 21 час в москве сегодня воскресенье 27 марта и день 32 понятно что войны и мы снова с алексеем арестовичем обсуждаем то что происходит алексей рады видеть рады видеть взаимно да ну вот как обычно мы хотели начать с общей информации если она есть то мы с удовольствием и послушаем общая формация такая значит трохи нам поплохело под изюмом нам украинской стороне хуже стало ну с одной стороны хуже с другой стороны появилась надежда так через полосицы как город взят полностью или пока нет не не полностью но продвинулись российские русская крошка значит второй момент посущение на харьковщины наши пошли в контур наступление соответственно и на киевщин это не не надо как у нас любят делать из этого там 70 километров и наступление это небольшое продвижение но населенные пункты конкретные какие бы они маленькие не были освобождаются как бы мы продвигаемся любой военной глядя на карту поймет по названию логику и замысел действия его рассказывать ему но там кто понимает как бы движемся но это я предупредил сегодня во время официального брифинга что такая через полосица она и будет характерна для этих двух недель можно сказать что российская федерация и руководством дошло до стадии когда ресурсы под накоплены частично переброшены на основные участки в час начинается та самая вторая стадия потихоньку начинать о которой мы говорили что путин попытается получить ситуативные преимущества для того чтобы торговаться до переговора было выгоднее кстати сами переговоры объявлены на стамбуле стамбуле это кто будет встречаться украинская русская делегация а это беларусь и встречались те кто и были да понятно так вот значит и посмотрим может что-то что договорятся но я для меня совершенно ясно путинское руководство захочет интенсифицировать боевые действия на тот момент чтобы легче переговариваться не так очень посмотрим наше командование то знаю соответственно готовится по посмотрим а что на юге там наши также двигаются двигаются черновых и херсонской области уже можно сказать и николаевской сбили себе вертолетом очевидно к конец мид 35 вообще сейчас те за предыдущие дни за прошедшие четыре самолета сбили и что самое интересное характерно цифра по львову было запущено 80 ракет вчера это самый крупный единомоментный зал залп за всю историю войны 72 было сбито чем сбито в нашем полу важно что важно что есть такие возможности то есть по вопросу о закрытом небе да и сами закрываем а дали бы больше вооружения еще еще лучше это крупнейший успех крупнейший залп российских сил и крупнейший успех украинской полу сбить такое количество это невероятная вещь но я подозреваю что часть упала сама конечно силу неисправности по пищу чего-то но сбили очень много это сделала бы часть любой армии мира любой противовоздушной обороны что такое уникальная вещь это значит что мастерство растет плови воздушных сил вооруженных сил украины постоянно растут если первые дни сбивалась очень мало ракета сейчас сбивают очень очень 5 срытие львов вообще это не среди одессу они били по конкретному это понимаем не по городе гарантии что они будут не по начнут по городу где-то гора гарантии нет так ну хорошо и мариуполь понятно там уличные бои как бы за тяжелые тяжелые уличные бои но уже как я понимаю внутри города ну и насколько насколько ситуация может ухудшиться улучшиться как там может ухудшиться улучшиться пока не вижу перспективы ухудшиться вижу перспективы тут надо избавиться от мариуполю сложно видимо будет еще сложнее зоне у сложно это же видимо будет еще сложнее потому что конечно скидки хоть можно сколько угодно но когда войска перебрасываются и концентрируются на конкретном направлении это может быть трижды киборгом но при соотношении там один двенадцать и десяти конечно немножко трудно посмотрим как бы нам что же не дети как бы тоже свои меры принято но принципе я сказал все это обращение когда я повторю что две недельки две недельки будут такими с одной стороны будет поступать сообщение шамот там на юге на севере 2 продвинулись освободили а с другой стороны зону вас из мариуполя могут поступать самое сложное скажем так сообщение и вот исход это и где-то двухнедельные борьбы как раз определить только будет завершаться на перспективу например возвращение херсона она есть тоже об этом заявил маркиевский вот и это обсуждаем но вот киевским маркиян глупе и зима я извиняюсь извиняюсь да ну ничего страшного ну я думаю что он как-то будучи человеком невоенным ему видимо кто-то выделил какую-то радостную оценку и он спредел это как серьезный источник и поспешил как мне кажется поспешила в теории есть освобождение всей территории украины но это не завтра надо про так нас смотрит 83000 уже больше и 6 минут мы все в эфире у меня просьба ко всем зрителям пожалуйста ссылки на этот эфир замечать своих аккаунт состоящее группах сделать так чтобы нам присоединился еще больше людей ну и подписан на канал на мои посылки на имя алексей арестович и проходить на его канал подписывайтесь и там тоже тогда вопрос следующий но вот появилось это видео которое все обсуждают видимо откуда из-под харькова где уже отреагировала российская сторона что это пленные там выстрелили ногу и так далее она вообще подлинное видео или это фейковое видео как это вот но могу сказать у нас каким случаем относятся крайне жестко государственная машина я не родился кроме что да будет расследование я неоднократно официально призывал из трибуны и сегодня призвал еще что мы не издеваемся на пленными мы европейской армии европейского человека государство понятно что можем всякие всегда могут быть эксцессы но потому что это живые люди да если там выясняется что бойца погибли в харькове там родные то понятно что но тем не менее даже это это объясняет но не оправдывает поэтому будет привет предпринято расследование вооруженных силах украины доведено до каждого человека из личного состава силы обороны что это абсолютно неприемлемое поведение это военное преступление которое и точнее то что там происходит имеет признаки военного преступления что приступать преступление так улице может только суд который не имеет ни срока давности не вместе не в украинском праве не международно поэтому всякие люди должны быть стороны какие бы чувства не кипели мы не на такие вещи не могу добавить от себя что у меня тяжело ранен крестник зоне ос и тем не менее я не считаю для себя возможным там говорить о том что там я уже не говорю про другие друзья и знакомых среди которых убитые ранены и так далее поэтому но я не позволяю себе говорить о таких вещах у тебя давайте к этому отомстим как следует тем более плен плен это суть человек который находится в беззащитной беззащитной ситуации это очень четко квалифицировать международное право по-хорошему его надо защищать лучше чем своего солдат как всех беспомощно раненых пленит стариков детей женщин и так далее так далее этот счет не должно быть никаких иллюзий расправлены пленными это против закона военной чести и являются мои военным преступлением поэтому всякие люди должны быть отметены расследование будет будет самое серьезное расследование и виновные если будут установлены будут на как но мы 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 уверены что так оно и будет просто нам и мы конечно хотим чтобы к пленам относились соответствии с конвенцией так далее но не забываем что главный виновник это мясник в кремле ничего бы вообще всего бы этого безусловно если бы один главный бы вот этот мясник не оказался сам бы лучше бы безусловно причины и следствия не менять вот чё надо понимать что украина ведет оборонную войну своей территории да это нет мы не поймали парни в брянске и пытаемся за ним издеваться конечно конечно это он пришел на землю убивал наших до убивал наших а потом женщины детей а потом видите ли нарвались они на на неприятности было но надо надо помнить что люди не должно быть здесь и украина официально очень жестко относятся к нарушениям международного и украинского законодательства в части обращения своими это никаких иллюзий здесь не должен быть принят официальная позиция крайне не просто жесткая крайне жёсткая и будем разбираться я считаю что лучше об этом говорить ни в коем случае не скрывать обязательно ничего скрывать лучше да самое лучшее всегда открыто обо всем говорите это должно отменить украинской когда воюет сотни тысяч людей всегда возможно экспсессы исполнителя мы же понимаем особенно учитывая что напряжение гибель гражданских и так далее но с другой стороны у нас же были срывы например телевизионных ведущих которые говорили уж уничтожать российских граждан и прочее прочее но потом каждый раз выяснялось что у них погиб лучше друг там или еще что-то не приносили в цельные изменения когда приходили всего надо понимать что люди срываются в том числе и публичные лица срываются далеко не все обладают должным уровнем закалки психологической поэтому надо понимать что это еще раз повторюсь это объясняет но не оправдывает реакция государства будет самой жесткой все хорошо значит нас смотрят 112 тысяч человек еще раз напоминаю тем кто присоединяется бы сразу как присоединяйте ссылки на этот эфир а тридцать втором дне войны различать своих аккаунт социальных сетях и группах вообще как можно прогнозировать алексей тогда ситуацию вот за эти две недели с точки зрения какого-то там не знаю оперативного театра действий принцип может изменить самым худшим или самым лучшим образом да я понимаю вопрос раньше чем то сразу говорю могут могут да хотя это будет отнюдь не просто и отнюдь не быстро но если они сейчас реально силы которые перебрасывают и из россии хотя их немного из севера у нас хотя их тоже не так много но сумме не дают результат они кинут на мариуполь то туда горе как как каким профессиональными защитниками мариуполя мы не были бы там ребята когда там находятся вот включая моих личных друзей и тогда поэтому первое второе самое неприятное возможно результат это окружение нашей группировки звонил это будет крупная победа оперативная российской армии и крупное оперативное поражение украинской и моральная и оперативные войска просядут и все на свете просяду и закончится цепь везения и сплошных видосиков когда только мы калашматим российскую армию это будет уже значит у нас от калашматили естественно войну мы от этого не проиграем и на этом все практически будет потому что российская армия принесет при этом такие потери что дальше двигаться не будет куда и чем но это вполне возможно другое дело чтобы понимаем эту возможность принимаем свои меры посмотрим вот положительном варианте будет так значит мариуполь не возьмут или по крайней мере там сохранится сопротивление на отдельных участках которые будут отвлекать силы противника и давать на возможность давать его политическую во вторых там зоны силы наших зоне ос отойдут чуть-чуть еще на какие-то подготовленные позиции сдвинуться но но в целом удержит линию фронта и не дадут взять себя в окружении параллельно же про будут происходить разные процессы в киевской харьковской черниговской сумской они уже происходят и будут происходить то есть такой будет размер я же говорю все все две недели недели две будет вот такой вот здесь победили здесь здесь тяжело здесь победили здесь тяжело ну и на юге мы будем двигаться мне кажется тихонечко судя по логике того что происходит вопрос куда за двигаемся и как дальше это большой вопрос но российская армия там чисто вот без всяких тайн там военных она в сложном положении потому что перебрасывать через ну три моста антоновский возле херсона ну каховскую дамбу и там наведенный понтонный мост такую группировку который стоит на правом берегу очень сложно очень сложно поэтому да как бы ты живет она много снабжение капиллярная по сути поэтому учитывая сегодняшнюю ночь в 11 чернобаевку и 4 мелитополь который велитопольская дом который начинает догонять уже чернобаевку уверена то еще будет непросто поэтому поборемся пободаемся крайне варианты назвал положительный отрицательный совсем хорошие то если мы удерживаем мариуполь и удерживаем готовы до состояния пока выдохлись российские войска и удерживаем зону овостом без особых стильов что тоже кстати не исключен но я думал какой-то средний средний вариант а что касается киева и здесь киев вокруг киева кстати вот буду постоянно удерживать они какие-то силы будут удерживать достаточные для того чтобы создавать угрозу не давать отсюда перебрасывать войска другие направления это я считаю что этот окружение играть попытки давить на киев они не откажутся до самого конца пока мы не откинулись но вообще не буду стараться удерживать север север там чернигов киев там чернигов которые не превратили во вторую мариуполь практически и буду будут пытаться и давить и удерживать и пресекают ну а мы будем соответственно давить 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 и выгонять и кто кто кого задавит посмотрит мне почему-то кажется что то будем мы единственное что я скажу что то не будет легко вот многие меня считают излишним оптимистом но я скажу дело не в оптимизме дело в правду мне оптимизм дает просто понимание ситуацию общей да как бы да но вот я прямо сейчас предупреждаю официальный вот в разговоре с тобой неофициально о том что один-две недельки будут тяжело тяжеловатым весьма для нас непростым украины у вас есть резервы для войны и с этим нет проблем так есть проблемы с оружием которые нам не дают чтобы было бы оружием давно переломили ситуацию освободили вам рюкали от пинали бы все всех и везде нету не дает нам посвященный запад оружие точнее он дает но такой пехот но из пехотным ку кое-что можно сделать как показывает событие харьковской суммской области посмотрю чтобы но ты считаешь ситуации не может за эти две недели измениться по части предоставления необходимых вооружений в том объеме который необходим для ведения боевых действий даже если завтра начнут поставлять по тяжелое оружие тоже не гранат который привез в ящик и побежал немножко другая история поэтому эти две недели будут непростые сразу говорю для нас о том какие-нибудь непростые россиян я думаю мы покажем видеоролик соответствующих поля будет не для россиян я хотел бы отделить а для российских войск это все-таки разные вещи россиян вообще не спрашивают они сидят там они нас смотрят и не хотелось бы людей вонись в одну корзинку особенно тех людей которые выходят на протесты несмотря на то что чем это таких есть хотел бы разделить их и путинский режим 16 минут мы в эфире сколько у нас есть времени 25 традиционно 25 все-таки тогда возвращаясь к переговорам хочу какие-то детали твое мнение ни в коем случае каких инсайдов мы нам это не надо но все к тому же приговоры все больше выглядят как разводка именно с российской стороны они действительно тянут время хотят получить преимущество напротив но есть и мнение что они вообще не хотят договариваться и это все не более чем путинские вот обычные как черчок черный разводка в том чтобы запад в надежде на то что такие договорились будут заключены не пересек черту не перешел к тому чтобы действительно предоставить вооружение более разводка запада да что касается украины никакой разводки нет мы же не делаем ошибку грузинскую например да или 1 азербайджанскую первое когда и вторую войну когда мы прекращаем боевые действия на время переговор или приостанавливаем и замедляем какой нали такой война по порядку переговоры себе поэтому нас не разведешь вот запад да ну за мне скорее кажется что запад хватается за эту возможность и используют это как полемический аргумент сведения переговоров нежели нежели как серьезный аргумент потому что ну как бы все все понимают и на самом деле это только одно решение и усиление санкций передачи на тяжелое оружие по моему то что сделали с мариуполем харьковом черниговом это и так далее количество убитых детей и взрослых и прочих далеко через все посчитали никаких иллюзий переговоры внушать не должны по моему это сверхдостаточный чтобы показать нам всякую необходимую помощь они не оказывают его по другим причинам другим причинам да ну вот он в частности там боязнь эскалация со стороны путина хоть куда ему эскалируют чем не выскалили перед кем не может копировать если нато выиграть войну в россии скармин денька за три окончательно и без поворот при соотношении сил сторон и возможности западного оружия второе прежде всего превосходства воздухе там крылатых ракетах второй момент ну а чем таким россия может ударить по западу вот она по нам бьет уже месяц и что такого случилось такого супер страшного ясно что польские города никто не будет равнять так артиллерии пшар нато просто переход в ядерную войну это не серьезно понимаем наоборот любая угроза перехода в ядерную войну как раз и решил его проблему что путина пристрелила бы собственно охрану просто такой реальной угрозы как мы неоднократно говорили поэтому это это западные политики это их качество интересно как с того света на них смотрят маргарет петчер рональд трейдер политики еще того того уровня до которые еще могли играть за 40 лет после падения за 30 лет после падения советского союза когда факу яма заявил конец истории выросли политики которые не исторические деятели а политики которые для конца истории или после конца они не способны принимать исторические решения я думаю оценку даст нам их народ потому что даже американцы по их опросам сказали что считают действие больше 50 процентов действия байтона слабым это оценка американского народа не я ее дал и не ты но дело в том что политики этого поколения они не вышли из борьбы то есть много раз говорилось о том что история движение история прежде всего история борьбы это не история вечного мира человечество так не устроено она через борьбу добивается прогресса и война часть его не потому что кто-то хочет воевать но есть такой который говорил развитие цивилизации это ответ на вызовы которые вызовов полно цивилизации пока как-то не очень нет а ты представляешь как езенхауэр должен в гробу себя чувствовать да ну черчилль тот же самый у нас ходит шутка который звучит так что если нападет на нато на хоть хотя бы верни россии нападет хотя бы на одно государство на то государство исключат из над у нас некоторые телеграм-каналы сообщили и даже более того создать телеграм-канал легион свободы россии там публикуется видео что военнопленные российские ну не знаю в каком качестве оказавшиеся в плену в украине то ли воевали то ли не воевали но сам факт что они пишут заявление о вступлении вот в такой легион в такую часть такое подразделение которое будет есть такое фронте а это действительно есть пленные которые готовы воевать за украину да есть есть российские пленные из них будет сформирована такая часть да да они выразили желание причем с ними долго и основательно беседовали когда ребята вы вполне понимаете последствия для вас там в россии тогда не знаю хотим бороться с путинским режимом у нас есть иностранный легион есть где бойцы с разных стран официально совершенно и сейчас российская часть как бы российские по крайней мере российские военнослужащие выразили желание выступить с оружием просто граждане россии до которые активно хотят на при проживающих за рубежом и желающих сюда приходы из самой россии и честно говоря так вот мы будем проверять и скорее всего дадим такую возможность бороться со всем тем более того не первый случай 8 лет которые были до этого тоже хватало граждан россии граждане нет мы это знаем сейчас просто ситуация острая сейчас таких становится все больше тоже не оказывает плену и дальше что да а дальше им назад в дороге нет могут посадить да как минимум понимаете в чем проблема куда их тоже не будет быть их никто же не будет отрицать что россияне люди из россии народа россии это такие же люди как и во всем остальном мире у них тоже хватает смелости совести всего что ну вот у многих не принимают решение по совесть и как они нам говорят цитируя их я не буду спать спокойно жить спокойно пока россии путь путинский режим и потому что уничтожает россии они правильно и честно говорят мы не Julie piece только за вас боремся мы за россию хотим бороться потому что принеский режим уничтожает россию лучше не говоря они г никаких иллюзий мы не за украину мы за россию просто сейчас такая возможность побороться поэтому как бы ну раз такая возможность давайте мы дадим а там еще усугублено тем что он сам дурак говорил что мы горит один народ украины никакой нет ну так и хорошо вот пожалуйста теперь у тебя на территории которые ты не признаешь за отдельное государство появились люди которые хотят с тобой воевать твои же собственно паспорт у них паспорта граждан россии да и что еще теперь нет украины пожалуйста эти граждане говорят что мы не будем спать спокойно мы с оружием руках этим просто так хорошо значит мы 24 минут у нас осталось одна минута буквально коротко еще раз мы вернемся к западным страну он заканчивать визит он вчера назвал мясником вообще вот в чем в чем словах не лезет карман не лезет влагая спокойная речь с элементами риторики рейган который скорее на внутренний американский электорат направлены и на польский на польскую это польская логика это игра польши соединенные штаты против франко-германского союза условно да там не об украине этот визит этот визит было бы среди на штатах и польши корей больше ты считаешь что последствия более благоприятных не знаю через какой-то момент через какое-то время не будет но в точке зрения рейдера же полюбили зима уже сказал да он сказал что он осторожный оптимизм он испытывает посмотрим насколько он осторожным после встречи с байдном испытывает но я скептик ты же знаешь да я знаю я думаю что мы бы как и как и израиль и будем вынужден разбираться со я тебя понял ну что 165 тысяч нас смотрит 25 минут мы были в эфире завтра как обычно увидимся все договорились все спасибо всем у нас буквально через 35 минут эфир с геннадием гудковым не пропустите приходите туда пока алексей